В народе бытует мнение, что МУПО — это драконовская организация, которая выжимает из населения миллионы, и существует исключительно на штрафные деньги. Оказалось, что речь идет не о таких уж больших суммах в масштабах Таллина. В общей сложности за неверную парковку и проезд без валидации или билета за два месяца этого года было выписано 4000 квитанций на общую сумму в 103 тысячи евро. Так, например, за неправильную парковку штрафов было выписано примерно на 85 тысяч евро. Стоит отметить, что многих из этих штрафов можно было бы избежать, если бы водители проявляли большую внимательность или не надеялись на то, что инспектор не успеет заметить неправильно припаркованный автомобиль. В случае, если вы не можете найти свободное парковочное место вблизи пункта назначения, это совершенно не дает вам ни юридического, ни морального права нарушать закон о дорожном движении. Из 100 тысяч евро, собранных МУПО за январь и февраль, почти 15 вынуждены были заплатить зайцы. Что особенно удивительно. Транспорт для жителей города бесплатный и всего-то и надо, что достать карточку из кармана и провести рядом с валидатором. За два месяца текущего года муниципальной полиции было выписано более 1100 штрафов за безбилетный проезд на сумму свыше 19 тысяч евро. Тут хочу сказать, что зачастую ко мне обращаются с вопросом, за что конкретно муниципальная полиция штрафует в общественном транспорте, когда, по сути, он для большинства жителей города Таллина бесплатный. Соглашусь, что действительно для большинства жителей Таллина транспорт общественный бесплатный, но не безбилетный. А вот иногородних зайцев не так много. Гости столицы весьма законопослушны. Павел Бойцов также отметил, что если вы считаете, что штраф был назначен вам несправедливо, то стоит незамедлительно связаться с муниципальной полицией, чей телефон указан на штрафной квитанции. Вам дадут разъяснение и расскажут, что можно сделать для отмены штрафа, хотя никто и не гарантирует, что наказание может быть отменено. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.